Радио Комета 92,6 ФМ Как правильно подобрать саженцы? Какие удобрения использовать? Как ухаживать за растениями для сохранения декоративности и увеличения урожайности? Как стать дизайнером ландшафта собственной дачи? Об этом и многом другом расскажут специалисты садового центра «Ромашкиный парк» в беседах с Татьяной Афанасьевой на Радио Комета. По субботам в 8 и по воскресеньям в 10 часов утра. Здравствуйте, это Радио Комета 92,6 ФМ. Я ведущая Татьяна Афанасьева. И сегодня у нас в гостях агроном садового центра «Ромашкино парк» Татьяна Корсун и пиар-менеджер Юлия Прокудина. Тема нашей сегодняшней беседы довольно серьезная. Поговорим о сроках вегетации и почему многие садоводы допускают ошибки, воспринимая буквально информацию в интернете. Татьяна, поясните нам, пожалуйста, для начала и мне, и слушателям, что такое вегетация. Добрый день для начала. Татьяна, Юлия. Для пояснения вегетации скажу просто и понятно. Вегетация – это тот период, когда растение не спит. У людей есть ночь, есть день. У растений есть период вегетации и период покоя. Как правило, период вегетации длится ориентировочно с середины марта при достижении положительных температур до конца октября, начала ноября. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, девушки. Да, я тоже присоединяюсь к беседе, Юлия. Значит, что касается темы сроков. Она на самом деле очень актуальна. Я предлагаю начать с конкретных примеров. Начну, наверное, с самого безобидного. Вот на днях мне писал мужчина в чате, его интересовала пурпурная сирень, и вот он хотел такую, чтобы она цвела в июне. Вы понимаете, я могу ему предложить сорта, виды даже, наверное, которые будут позднецветущими. Это, например, сирень Престона, сирень Мейера. Вот, они, как правило, у них цветение приходится на июнь. Но на самом деле всё зависит как раз от сроков вегетации. Вот, Татьяна, поясните, пожалуйста. Да, Юля, вы совершенно правы. Здесь как раз играет роль сама вот именно вегетация. Фенофазы, да, это этапы развития, период вегетации. Этапы развития зависят от температуры, от светового дня. То есть, когда сортоиспытатели закладывают новый сорт, они на генном уровне закладывают, что при определённых температурах у нас растение будет свести. Вот в этом году, да, мы все видим, что у нас немножечко затяжная весна, соответственно, сроки цветения многих культур, да, 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 Татьяна, они сместились. Вот поэтому надо всё-таки, скажем так, присматриваться не к нашему календарю, а к фенокалендарю. Тогда будет всё более точнее. Да, не то, чтобы прям вот тютелька в тютельку, но всё-таки опираться на растения, на их потребности. Ну вот, как и говорила, это был безобидный пример. Хуже ситуация, когда пишут, например, вот, а скажите мне, пожалуйста, там, а чем кормить гортензию в мае, а чем в сентябре, например? Очень-очень интересно. Тогда всё-таки я, наверное, чуть пошире вернусь к понятию вегетации. Вот на период бодрствования, я скажу, тогда растение проходит несколько этапов. Ранняя весна, начало, пробуждение, да, у нас идёт момент набухания почек. Это как раз тот самый момент, когда растения просыпаются. Дальше у нас идёт этап раскрытия почек. Это следующая фенофаза. Цветение, да, бутонизация, цветение, завязывание плодов, плодоношение, листопад. Вот на каждом этапе развития растению нужны те или иные питательные элементы. Разные в разных этапах. Разные, в разных количествах. Да, то есть вот ранняя весна, когда у нас почка уже выпускает лист, у нас появляется зелень, нам нужно больше азота. Да, то есть, соответственно, осенью, когда у нас лист уходит, формируется почка в зиму, нам нужно больше фосфорокалия. То есть, опять же, питание мы тоже строим по фенофазам, по вегетации. Всё верно, всё правильно. Поэтому, а не по месяцам, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, не по месяцам. Потому что все пытаются упростить себе жизнь. Я вот сейчас себе составлю общий календарик. Да, да, да. И по нему буду жить. А нет. Следим, смотрим за нашим растением. И в зависимости от того, на какой стадии развития оно находится, ему нужны те или иные питательные элементы. Ну и напоследок, наверное, самое интересное – это обрезка и обработка. Вообще классическая тема тоже. Мы не зря всегда и везде пишем про то, что весной обрезку растений нужно проводить до начала сокодвижения. Для многих это очень пространное такое понятие. Танечка, поясните, что такое сокодвижение? Вообще, как это определить у растения? Ну, собственно говоря, это как раз тот самый момент пробуждения, когда растение просыпается при достижении определенных температур, корневая система начинает уже поглощать водичку из почвы и начинает ее тянуть к растениям. И у нас появляются набухшие почечки. То есть в осень они уходят маленькими, спящими. А тут вы если подойдете, мне кажется, многие видели, на смородине очень хорошо видно, они становятся крупные и крупные. Все, это момент пробуждения. То есть в это время уже лучше с обрезкой не подходить к растению или? Всегда есть исключение из правил. То есть здесь нужно индивидуально подходить к каждому растению. И важно понимать, что такое сокодвижение. В момент сокодвижения, если делать срезы у растений, идут максимальные потери полезной жидкости с питательными элементами. Ну, это как порез. Соответственно, если мы делаем обрезку в этот период, мы должны понимать, что это по сути хирургическое вмешательство. Мы его не... Надо полечить. Его надо полечить, и его не надо делать просто вот потому, что пора обрезать. Только в том случае, если дерево действительно в этом нуждается. Ну, вот обычные спрашивают, да, вот до начала сокодвижения. А это когда? В марте или в апреле? В марте, апреле. В этом году мы начали резаться уже в феврале. Опять же, очень многое зависит от культур. Есть более ранние культуры, которые просыпаются значительно раньше. Это какие? Липа, клён, берёза, да, это те культуры, которые просыпаются раньше. Яблони, груши просыпаются позже. То есть, если у вас на участке вот растут декоративки, липоклён и плодовые деревья, вы сначала режете декоративочки, либо и клёны. Как понять, опять же, да, что пора резать? Вот начало обрезки. Говорят, весенняя обрезка. Как я уже сказала, в этом году мы начали резаться в феврале, в середине. И это уже весенняя обрезка. Несмотря на то, что по календарю, по нашему календарю, ещё зима, у растений уже идёт пробуждение. То есть, уже начался новый вегетационный период. Что же касается профилактических обработок, здесь, наверное, знаете, надо учитывать не только фенофазы развития растений, но и всё-таки мир насекомых и развитие грибковых заболеваний. Но мы их также привязываем к фенофазам растений, потому что во время цветения не обрабатываем, стараемся это сделать, до сделать профилактическую обработку. Во время уже большого, обильного налива плода не обрабатываем, стараемся это сделать чуть раньше. То есть, работаем на предупреждение. Ну и, наверное, подведя итог, хотела бы сказать, что когда проводим работы в саду, любые, по обрезке, по подкормке, по химобработке, в первую очередь, мы опираемся на требования самих растений. Да, не то, что сегодня 5 мая, и пора идти окучивать. Нет. Вот мы смотрим, растение подошло, оно в определенной фазе развития, мы делаем те или иные мероприятия. Ну что ж, дорогие радиослушатели, с вами была Татьяна Афанасьева и мои гости, агроном садового центра Ромашкина, парк Татьяна Корсун и пиар-менеджер Юлия Прокудина. Девочки, спасибо вам за эфир. Спасибо, что пригласили. Всего хорошего. До новых встреч. Как правильно подобрать саженцы? Какие удобрения использовать? Как ухаживать за растениями для сохранения декоративности и увеличения урожайности? Как стать дизайнером ландшафта в собственной даче? Об этом и многом другом расскажут специалисты садового центра Ромашкин и парк в беседах с Татьяной Афанасьевой на Радио Комета по субботам в 8 и по воскресеньям в 10 часов утра. Радио Комета 92,6 ФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова